Уже и не только Медведев заговорил, уже и Путин заговорил, причем очень испуганным тоном, дрожащим голосом. И, в общем-то, ему понятно, что единственный его козырек, который в рукаве еще остается, в общем, может быть легко Украиной побит. Тем более, что, в общем-то, на самом деле, всем понятно, что при том мощном потенциале, который имела всегда Украина в плане ядерного, в общем-то, всего тоже, понятно, что, ну, во-первых, я думаю, что те, кто были у власти в Украине в те годы, на всякий случай, чертежики, да и отдельные детальки, а то, может, и целиком ракеточки-то где-то попридержали. Поэтому совершенно не удивлюсь тому, что если сегодня Зеленский с НАТО не договорится, он скажет, ребят, ну, вы меня сами продинамили. Собственно говоря, ну вот мы изобрели за неделю, еще за два дня сделали, вот она у нас стала на вооружение. Если Путин продолжит бомбить, мы будем отвечать так же, как он грозит отвечать. Почему нет? Почему нет? Россия все-таки это делает с перепугу, потому что, еще раз, это единственный последний козырь, почему, собственно, они пока еще не уничтожены мировым сообществом. Потому что все понимают, что если повреждение, которое сегодня стоит во главе России, к сожалению, так вот уж сложилось, значит, вдруг начнет в разные стороны, значит, выпуливать свои вот эти вот ядерные боеголовки, которые, скорее всего, по их состоянию похожи на какие-то каменные топоры. Я имею в виду, скорее всего, они в очень плохом состоянии. И куда они полетят, докуда они долетят, вообще одному Всевышнему известно. Поэтому, собственно говоря, конечно, у мирового сообщества есть разумные такие предостережения от эскалации настолько, чтобы Путин не начал этим заниматься. То есть Зеленский же не просто так заговорил о том, что у нас два варианта. Либо НАТО нас защищает, либо ядерное оружие нас защищает. Если вдруг НАТО нам говорит, что нет, мы вас не можем защитить, мы можем вас похлопать по плечу и сказать, ребятки, давайте, вы держитесь там. Вы главный форпост сегодня демократии в мире. Вот в этом вот клубе диктаторов, там народу много. А здесь у нас вот в клубе демократов воюет только Украина. Поэтому продолжайте, пожалуйста, гибните там. А НАТО Зеленский в какой-то момент может ответить, ребят, ну как бы если вы меня не защищаете, ну, собственно говоря, а почему мне не произвести ядерное оружие? Ну, собственно, это же право страны защищаться. Поэтому я, кстати, знаете, вот я поработал в международной политике, там год в ООН, там я занимался международкой из Москвы. Я хочу вам сказать, что прямо вот такими уж опровергающими мне заявления из Киева не показались. Более того, в общем-то, понимая примерно логику появления тех или иных сообщений на украинских и проукраинских, например, медиаканалах, я обратил внимание, что, в общем-то, вот это вот нехитрая такая антитеза, да, что, ребят, если вы не помогаете нам так, как вы обещали, когда нас активно приглашали быть с вами, а не с варварами с Востока, если вы, соответственно, не сдержите свою часть обещаний, то почему мы должны себя ограничивать в том, как мы должны обороняться. Сегодня действительно путинское давление уже на протяжении почти трёх лет на Украине сказывается достаточно плохо, то есть, ну, как бы, страна не может вечно сопротивляться этому, и, соответственно, Зеленский ищет какие-то варианты, и я думаю, что эти слова звучат не просто так, конечно же. Никаких многоходовок я за Кремлём не замечаю давно. Что же касается конкретно вот этой ситуации, значит, с освещением всего того, что касается ядерных возможностей Украины, вы знаете, очень чётко заметно в последнее время, когда в Кремле прошла команда от Пескова или Громова вот всем своим зависимым СМИ, и когда она не прошла. Могу вас заверить по теме ядерного потенциала Украины, команды никакие не прошли, потому что все что-то молотят в разнобой. Одни говорят, что да, это ерунда, другие говорят, что всё пропало, мы погибли. Путин сидит действительно с бледным видом, и когда он говорит, что Россия этого не допустит, а они давно уже этим занимаются, в общем-то он подбирает тщательно слова, и видно, что у него готового ответа на это нет, в том числе, если бы это была нормальная журналистика или нормальная политика, то Путину, конечно бы, в России тут же бы задали вопрос, дорогой, а как ты этого не допустишь? Ты уже сегодня третий год берёшь Киев за три дня, и сегодня уже такая шутка гуляет по интернету, что, в общем, нельзя спрашивать три вещи, это у девушки о её возрасте, там ещё второе, что такое в этом же ряду, и третье, это нельзя спрашивать у Путина, почему его сверхдержава для того, чтобы захватить Киев за три дня, привозит в Россию 10 тысяч северных корейцев. Соответственно, в общем-то, хорошо, вы можете предположить, в связи с этим экспертом, которого вы цитируете, что Путин для того, чтобы вот как-то ещё повысить ставки, говорит о том, что у Украины есть ядерная программа, ядерный потенциал, но я на это вам возражу, а Путину куда ставки ещё повышать? У Путина повышения никакого не осталось, он сделал уже всё, что мог, он заключил, в общем-то, соглашение со всеми бандитами и террористами мира, но его, пожалуйста, Кен Чен Ын, уже его прям военный партнёр, они уже с ним вместе, по сути, участвуют в войне, и самое страшное, что они будут участвовать, по идее, если у них межправительственное соглашение, и в войне, если таковая начнётся с Южной Кореи, а Южная Корея – это, в общем-то, ближайший партнёр Соединённых Штатов, и, соответственно, в общем-то, за 3-9 земель, он здесь-то заплюхался и не может ничего сделать без участия тех же самых северных корейцев, поэтому Путину повышать ставки уже особенно некуда, а вот со стороны Зеленского я рассматриваю этот ход как весьма интересный, да, вот то, что он заговорил об этом, да, наверное, это вовсе не факт, что уже там, знаете, расчехляют ядерную боеголовку какие-то ребята с трезубом на гербах, да, на своих, на касках, но это то, что называется в политике вербальной интервенции, Зеленский сказал, что теоретически это возможно, и, в общем-то, намёк этот был совершенно непрозрачным, поэтому нет, я всё-таки думаю, что это, в общем-то, достаточно мощный дипломатический ход со стороны власти Украины, а всё то, что говорит в ответ Россия, это всего лишь какое-то жалкое блеяние в ответ, и если вы посмотрите сами это заявление Путина, которое буквально за 5 минут до эфира с вами посмотрел, то вы в этом убедитесь. Ну вот из свежего Путин заявил, что перемирие на неделю, на две или на год в Украине, он против такого перемирия, и нам нужен, как он говорит, прочный мир. Вот такое вот заявление российского диктатора, циничное, что хочу отметить. Как вы считаете, к чему оно, если на самом деле Путину, в принципе, никто ничего не предлагал? Вы знаете, дело в том, что действительно, я думаю, что сегодня, как мне кажется, если бы вдруг прилетел там какой-нибудь волшебник в голубом вертолёте, взмахнул своей палочкой, и вот стороны перестали друг к другу стрелять, то это вот перемирие, я почему говорю про волшебника, потому что дипломатические пути к этому, я вижу и просматриваю с трудом. Но если вдруг так случится, что вот так вот эта пауза состоится, то, конечно, эта пауза будет Путину не на руку, поскольку за то время, что будет пауза, всё-таки с высокой долей вероятности Украина, обладая тем мощнейшим сегодня дипломатическим политическим потенциалом, который она на сегодня имеет, а сегодня эта страна всему миру показала большой такой потенциал дипломатический, я сейчас вот мягко скажу, но вы понимаете примерно, что я хотел сказать при этом. Значит, и, в общем-то, за время такой паузы, конечно, Зеленский или какой-то следующий избранный президент, я уверен, что украинцы и следующего президента изберут адекватного и подходящего для защиты западных демократических ценностей, я уверен, что власти Украины за время этой паузы бы пробили бы решение про какое-то глубокое партнёрство с НАТО, и Путину было бы сильно страшнее всё делать то, что он попытался сделать в феврале 22-го, потому что он получил бонусу даже при том, что поначалу-то Запад и НАТО вовсе не помогали Украине, ну так объективно, давайте мы вернёмся в прошлое, и чем они помогли? А тем, что предложили Зеленскому в Польшу уехать, в этом была помощь? Нет же, на самом деле. И, соответственно, помощь началась только тогда, когда Украина сама встала в едином порыве и всей страной стала обороняться. Собственно говоря, поэтому я думаю, что за время этой паузы Украина бы перегруппировалась, Украина бы переориентировала свою армию, пересобрала бы свою армию, а у Путина все эти алкоголики бы разбежались с этой линии фронта и больше бы туда не вернулись, самое страшное, потому что они там сегодня даже за эти безумные деньги, которые им платят, не хотят находиться уже, и они там находятся просто по инерции и просто потому, что пятисотых там расстреливают. Вот сегодня я очередное смотрел видео на эту тему. Там, когда командир какого-то подразделения узнал о том, что у него там трое за пятисотились, нашим зрителям, кто не в курсе, поясним, сбежали с линии фронта, дезертировали. Он просто, встав в истерику совершеннейшую, впал, потому что у них там как тараканы люди пытаются разбегаться, и они их держат только вот этими вот внесудебными расстрелами. И он прямо в эфир кричит, понимая, что он может быть перехвачен, потому что, извините меня, это эфир во время войны, значит, и вот прямо в эфир кричит, что по законам военного времени всех расстрелять, их с танков раздолбить, то место, где они находятся, и он визжит им вслед. Поэтому, собственно говоря, эту паузу, конечно, Путина похоронят. А тогда, когда у него все эти архаровцы полупьяные вернутся домой, привыкшие зарабатывать много денег и убивать людей, что там у него будет в России? А что будет с ценами на нефть за это время? А будут ли они такими высокими? Высокие цены на нефть это же всегда сопровождение любой войны или цепи войн по всему миру. А когда в мире все спокойно, в общем-то там танки-шталяры не надо заправлять, поэтому не так сильно нефть и нужна, поэтому цены могут упасть или могут за это время американцы договориться с арабами, чтобы поставить Россию на место, потому что арабы тоже много чем недовольны. И об этом, кстати, говорит то, что сегодня там сидит Путин без наследного принца Саудовской Аравии, который хотел приехать, а потом передумал, потому что с ним поработали американцы. Поэтому, конечно, любая пауза, любая остановка, я думаю, что сегодня повлияет абсолютно негативно на Путине и его путинизме. Американском институте изучения войны как бы подтверждают, что действительно вот эта вот путинская теория победы, она может провалиться. Вот как вы оцениваете подобные выводы? Ну, путинская теория победы ведь уже провалилась на самом деле, потому что, собственно, Путин был уверен, что у него компактная и исключительно эффективная армия, вооруженная по последнему слову техники и так далее. То есть все же это оказалось фейком на самом деле. Это же был картонный лев изначально. Собственно говоря, поэтому-то и происходит все то, что происходит. Потому что, собственно, и вот эта обратная отрицательная селекция кадровая путинская знаменитая, она же ведь прошла и в армии тоже. Потому что, ну, когда его генералы вводили в Украину войска колоннами, и колонны эти останавливались элементарно, украинскими военными спереди-сзади подбивались собственно по бронетранспортеру и просто разбивалась к чертям собачьим вся эта колонна со всей этой знаменитой путинской контрактной армии, которая должна была в одиночку Киев за три дня взять. Собственно говоря, поэтому говорить о том, что путинская доктрина провалилась только сейчас, ну, вы знаете, конечно, это слишком льстить Путину, поскольку путинская военная доктрина провалилась, в общем-то, не родившись. И поэтому то, что сейчас у него любое его следующее действие вызовет ухудшение ситуации, у меня в этом ни морящее сомнение нет. Вот сейчас это держится только на КАБах, на загородотрядах и на вот этих вот безумных совершенно выплатах за участие в войне, которые уже превышают во многих регионах соответствующие выплаты в Соединенных Штатах Америки. Давайте поговорим о ситуации внутри России. После угроз Кадырова Бекхан Барахоев и Резван Курбанов перестали появляться в Госдуме после вот этой вот оглашения этой кровной мести Кадыровым. Взяли отпуск, уехали отдыхать. Что вам известно? Они сидят все по бункерам во главе с Улиманом Керимовым, который засел в бункер где-то с месяца назад. Я же об этом давно уже всем рассказываю, что все это происходит. И, собственно говоря, мне это известно сильно раньше, чем вот та волна публикации, которая про с ним прошла, когда пошла утечка вот с того совещания у Кадырова с силовиками, с его, с его бухевиками, по сути, о котором я тоже рассказывал за неделю еще до этой утечки. Соответственно, по поводу того, что они боятся, да, они боятся, они знают, что кровная месть это дело серьезное. Если ты ее объявляешь, то ты как бы клянешься перед лицом, соответственно, Бога, перед лицом своих старейшин, перед лицом своего клана и так далее, ты клянешься в том, что ты ее исполнишь. То есть ее не исполнить нельзя, то есть нет обратного пути. Когда мне рассказывают о том, что Кадыров отзовет кровную месть, я начинаю просто, как бы, знаете, как-то судорожно думать, а эти люди, которые это говорят, они вообще на Кавказе были хоть раз в жизни, например? Я там вот работал много лет, например. А эти люди, которые говорят, что есть процедура отзыва кровной мести, это вообще они откуда взялись такие горе-аналитики? Нет, он никого никуда не отзовет, потому что это слишком серьезная вещь, когда ты обвинил людей в том, что они, как он сказал там, да, и это перевели на русские черти, но, в общем, понятно, что это по-чеченски было сказано, да, но смысл примерно такой, то есть когда ты сказал, что это люди, которые прогневили Бога чем-то, тогда ты не можешь ждать назад, иначе ты тоже прогневил Бога. Согласно чеченским порядкам это именно так. Поэтому, конечно, эти деятели, которые с Кавказом связаны, они это прекрасно понимают. Антон Вайна чувствует себя чуть полегче и получше, потому что его все-таки Катыров не упомянул, хотя, например, всем тем, кто в этой теме внутри давно известно, что Вайна, в общем-то, эту ловчонку держит и делает под себя, под вот этим соусом того, что сейчас у нас это будет русский Амазон. Владимир Владимирович, дорогой, сейчас мы тут все импортозаместим, все получим через Китай и через вот эту нашу собственную структуру, а то Амазон нам ничего не хочет возить, потому что там бизнес, там Америка, значит, соответственно, он вот решил стать под это дело олигархом. Ну, в общем, он чувствует себя попроще, и он открыто собирает священие в Крымле, он там пытается как бы каким-то образом выстраивать кампании противодействия Рамзану. Получается, надо сказать, достаточно пока корявенько, потому что, ну, вот эти вот все смешные заявления общественности кавказской, как под копирку, которые делаются в Дагестане, в Ингушетии частично, значит, это, конечно, выглядит все жалко, и понятно, что все это делается по разнарядке, это все делается по итогам прям конкретной встречи, которая была у Вайна, с Меликовым, с главой Дагестана, который тоже, как и многие другие сегодня начальнички на Кавказе, они выходцы из российских федеральных силовых структур, и они поэтому, в общем-то, не жители Кавказа и не являются там какими-то авторитетными людьми, они просто исполнители воли Москвы, и, собственно говоря, ну вот они исполняют и в этом случае. И, в общем-то, получается все это очень плохо, потому что, ну, в общем-то, как вы напугаете Кадырова обращением каких-нибудь там работников, работников трудового коллектива какого-то автовокзала в Махачкале? Никак вы их не напугаете, и никак вы не измените его планов. Да, они, конечно, пытаются сделать какие-то силовые вещи, да, кто-то взорвал заправку, в общем-то, на задах офиса Кадырова, да, то есть, его резиденция Грозенская, его дворца. В общем-то, да, заправка принадлежит его семье, в общем-то, давно известна тем, что называется она «Сеть заправок лидер». Это было название в честь Ахмада Кадырова. Значит, соответственно, в общем, понятно всем, что это его заправка, понятно, что просто так бы она не взорвалась, особенно в такой ситуации. Понятно, что это пластик, понятно, что это достаточно простой подрыв. Я думаю, я уверен в том, что к этому причастны российские силовики, они ненавидят Рамзана. Как только они посидели на первом же совещании в Грозном, они поняли, что все, надо действовать. Спящих агентов в Грозных у них полно. Также много, как их было в Киеве до вторжения, до того, как их не вычистили оттуда. Соответственно, вот они там начинают действовать. Но другое дело, что у Рамзана ведь тоже хорошо налаженная структура обороны от предполагаемых нападающих на него людей. Потому что, ну смотрите, вот это, например, вот это покушение, которое на него было организовано, я о нем знаю, чуть больше деталей, чем в прессе фигурирует. Там же было двое бандитов, которые туда приехали. Они даже рекомендуровку местности не успели провести. Они провели несколько встреч, на котором интересовались графиком и поездками Рамзана, где можно подловить его. И все, на этом и сдали их. Собственно, все. Они сидят в Грозненском СИЗО, и они дали все показания. Опять-таки, почему-то пресса выпустила этот момент. Рамзан ведь сказал открыто, что уже есть люди, которые все рассказали. То есть это как бы было понятно, что где они рассказали. Они сейчас сидят в СИЗО. В общем-то, им предъявлено обвинение. Они там дали показания на того, кто их заказал. В общем-то, там сейчас история раскручивается дальше. То есть, в общем, там такой большой, хороший жаба-гадюкинг, который не закончится просто так, который приведет к перестрелкам, который перейдет к дальнейшему усилению роли вот этой вот кадыровской мафии, которая, на самом деле, не только чеченцами пополняется сегодня, но уже и многочисленными другими, соответственно, представителями этнических группировок. Кадыров себя давно уже возомнил таким лидером всего нерусского, неправославного мира России. Ему очень не нравится, что этот неправославный мир в России ущемляется. А это действительно так. И это огромная база для протеста. А, соответственно, Рамзан будет дальше там ураганить по России. Путинские генералы, которых от кормушки отодвинули, в том числе от вот этой УПГшной кормушки, потому что они сами раньше были этой мафией. Собственно, они очень недовольны, они будут пытаться сопротивляться. Ну и, собственно, взрыв за взрывом, разборка за разборкой. В общем, вот тебе, пожалуйста, 90-е годы, вот тебе, пожалуйста, гибель еще одной империи и все повторять. Когда какой-нибудь очередной Цезарь заводил там в сенат своего коня и назначал его сенатором, ну вот нам сейчас с вами тоже смешно, а тогда людей резали там сплошь и рядом, почем зря. Но, собственно говоря, и Россию тоже ждет эта волна кровопролития. Нравится это кому-то, не нравится. В общем-то, по-другому, по-хорошему, путинский режим не закончится, он закончится только через кровь. А сейчас пока, я думаю, стороны готовятся к атакам друг на друга. Если мы исключим какие-то мелкие провокации типа взрыва на заправке, значит, да, или там убийство одного из людей, который был некогда близким к Ахмаду Кадырову, а потом не договорился с Рамзаном, поссорился с ним на, как обычно, не на жизнь, а на смерть, это Шерип Алихаджаев, и уехал в Ингушетию, стал там лицепремьером, а потом стал еще и помощником Владимира Шаманова, который, в общем-то, из всех генералов, которые зачищали Чечню во вторую чеченскую кампанию путинскую, и, в общем-то, это тоже, на самом деле, кровник Рамзана, вот этот Шаманов. А Алихаджаев мог помогать тем, кто выясняли маршруты передвижения Рамзана и так далее, собственно, как есть версия, что именно поэтому он был первой жертвой вот этой вот кроной месте. Есть версия, что это уже Рамзан, рук дело. Соответственно, после этого несколько дней пока ничего особенного такого в паблике не происходит. Это не говорит о том, что все закончилось, это говорит о том, что все серьезно готовятся к этим атакам. Ну и, в общем-то, по поводу того, что нам с вами интересно, а родится ли из этого какой-то бунт? Вы знаете, поначалу это будет внутриэлитарное противостояние, и, соответственно, Рамзан пойдет в нем достаточно далеко, он нескольких, я думаю, серьезных ферзей там уничтожит. Значит, соответственно, после этого у Путина, скорее всего, проснется его животный страх перед Рамзаном и перед подобными людьми, потому что Путин признает только силу, и он боится только силы, а понимает, что у Рамзана сегодня силище, это немерено. И, соответственно, он начнет пытаться каким-то образом Рамзану ума вслечь, что-то ему все-таки отдать, тот же самый Ваутбрис, скажет, дозаберите его к чертям собачьим, никуда он мне не упал, этот Ваутбрис, пусть он работает под тобой, мне все равно. Значит, и, соответственно, если будет так, тогда Путин будет очень уязвим и очень должен опасаться, будет своего ближайшего окружения, как таки мы сегодня с вами упоминали, Римскую империю, вот там вот итыбрут, вполне распространенная ситуация в закате любой империи. И, собственно говоря, если Путин, грубо говоря, отдаст сейчас Кадырову под таким давлением все то, что Кадыров просит, то это будет означать, что власть Путина закончена. И, соответственно, вот там скорее надо рассчитывать не на бунт народный, да, и на какие-то там противостояния мощные, там, в Москве, там, здесь идут, там, не мусульманина, не мусульманы, там, значит, кровавая битва между ними. Нет, я думаю, что скорее там случится что-то внутриэлитарное и на, в общем-то, месте людей, которые находятся рядом с Путиным и понимают, что Путин больше не обеспечивает тот общественный договор, который он с ними заключил. Значит, соответственно, этот договор гласил, что Путин является арбитром и тем человеком, который успокаивает любую опасную ситуацию, чтобы они могли в спокойной, стабильной ситуации значит, набивать свои карманы золотом. Да, и нефтедолларами российскими. Соответственно, понимая, что Путин больше не обеспечивает этой стабильности, у них возникает резонное желание Путина сменить на кого-то другого. Соответственно, демократических процедур в России не осталось. Соответственно, как бы, да, ну, остались недемократические процедуры внесудебные расправы, такие, как, собственно, Путин учиняет регулярно над своими, значит, врагами. И это путь, вроде бы, для диктатора эффективный, но только он, в общем-то, любой диктатор забывает всегда о том, что он сам-то тоже может запросто стать мишенью. То есть, собственно, так же точно он залетел, как Пригожин, и точно так же над Тверью его сняли из того же самого ПВО, с которого он снял Пригожин. Или, например, там, да, какие-нибудь, как бы, люди, которые рядышком с ним находятся, точно так же, как он своим врагам там в Лондоне и в других городах Европы подмешивал в чаёк отравляющее вещество, точно так же в чаёк ему могут подмешать его. А потом те, кто подмешали, ещё и проведут расследование, скажут, что вот, какая они задача. Оказывается, у него случился инфаркт, и человек помер. Соответственно, мы сами не узнаем, отчего Путин умер, если он в ближайшее время умрёт. Но если это случится, то, соответственно, для меня, например, это будет понятный сигнал, что это сделает, конечно, его ближайшее окружение. И, собственно говоря, что Путин может этому противопоставить? У него же нет, на самом деле, какой-то такой когорт и очень близких людей. Там у него нет каких-то людей, которые бы искренне его любили. Потому что Путин, он уже перешёл в ту фазу, когда его все ненавидят, включая тех, кто рядом с ним находится. И те, кто были рядом с ним и зарабатывали эти огромные деньги, огромной властью, пользовались все эти Вайна, все эти генералы ФСБшные и так далее, все те, кто озолотились при нём, они сейчас на него смотрят и говорят, он нашу власть отдал каким-то чеченцам. Он превратил Россию, он превратил Москву в Москвобат. Посмотрите, они ходят, устреляют наших людей, захватывают бизнесы, которые мы своими считаем. И, соответственно, для них заставляет ровным счётом никакого труда с Путиным разделаться. Ну, потому что нет у Путина какой-то гвардии из нескольких тысяч суперпреданных бойцов, которые с ним всё время ходят. У него там тоже отрицательная селекция, там тоже набрали всех по блату. Никто там искренне Путина не любит. Соответственно, до сих пор, пока он платит, пока он даёт деньги и пока он обеспечивает стабильность, он там кому-то нужен. Как только он перестаёт это делать, он же абсолютно гол, как сокол. Некому его защищать. Собственно говоря, вот примерно такой у меня прогноз на него.